Мы второй год на Финополисе. В этом году мы представляем совместное решение компании InPass с компанией Samsung, решение которое называется SoftPost. Фактически это мы превращаем сам телефон в платежный пост-терминал. То есть с помощью самого телефона теперь можно принимать оплату банковскими картами. Это новый тренд, который фактически в будущем должен заменить такие решения как M-Post на рынке и где-то даже часть пасовых решений, которые сегодня используются крупными компаниями в части доставки, выездной торговли и такими вещами. При этом, опять же, мы пошли немножко дальше. Мы понимаем, что есть федеральный закон 54 ФФЗ, который активно развивается и последние три года и обязывает предпринимателей использовать фискализацию. И мы оснастили в том числе наше решение возможностью фискализации платежей, то есть работы как с наличными, так и безналичными платежами и исполнять требования федерального законодательства. Я думаю, что мы здесь это представили впервые. Это полностью готовый сертифицированное решение, которое мы разрабатывали совместно с поддержкой международных платежных систем. И вот после этой выставки мы планируем как раз активно развивать это в части как раз уже продаж и внедрения в рынок. То есть и предложить это нашим клиентам, наверное, начнем с крупного ритейла. Сейчас очень много обсуждается как раз open banking, омниканальность, платежи очень сильно трансформируется. То есть банковская сфера становится более открытая и появляются игроки, скажем так, ну вот финтех-компании, которыми и мы в принципе являемся, которые становятся для банков сейчас, ну скажем так, технологическими партнерами, некими драйверами, которые меняют тоже рынок, могут внедрять инновации. Я думаю, что вот будущее как раз каких-то инновационных вещей, это как раз вот за финтех-стартапами в кооперации с банками. Ну то есть идеи очень много. И здесь на выставке представлено очень много. Ну и наше решение, оно тоже, как я уже сказал, идет из поддержки международных платежных систем и с рядом банков. То есть мы представляем совместно с банком русский стандарт. При этом наша компания, да, мы там 25 лет на рынке и наша основная, скажем так, деятельность, мы поставщики платежных решений именно торгового эквайринга для банков. Работаем практически со всеми государственными и коммерческими банками. Но вот в последние несколько лет мы как раз пошли в эту историю, когда мы становимся финтех-партнером, да. И как раз вот направление Payment Service Providing — это как раз вот одно из направлений наших новых. И фактически мы пытаемся сейчас банкам дать возможность, даже не возможность, а скорость внедрения инноваций. То есть та же самая система быстрых платежей, которую, да, это сейчас достаточно активно внедряют банки. Так как мы разработчики программного обеспечения для посттерминалов, мы очень активно можем это быстро внедрять, да, то есть дорабатывать необходимые доработки нашего софта для быстрого внедрения в банк. То же самое, там, какие-то новые методы оплаты — P2P, не P2P. Ну, то есть очень, скажем так, много вариантов. И мы как раз вот помогаем, берем на себя все, скажем так, организационные и финансовые затраты для разработки новых продуктов и внедрения их очень быстро в банки. При этом, ну, там, используя свой предпроцессинг, который, ну, там, помогает нам как раз очень быстро и внедрять, и в дальнейшем просто развивать продукт с точки зрения, там, и саппорта, снижения операционных затрат для банка. Ну, вот, я думаю, что такие компании, как и мы, может быть, там, какие-то и поменьше, и Сколково очень активно развиваются. Я думаю, вот, дальше драйвером рынка будут именно такие компании. Фенополис — это очень классная площадка для демонстрации как раз вот каких-то инновационных решений. Здесь очень представительная публика, очень заинтересованная, и люди, как раз, которые смотрят в будущее, наверное, на шаг вперед. Это такие стратегии банковской отрасли. Поэтому, конечно, Фенополис — это очень хорошая площадка, чтобы показать, заявить о себе, показать что-то новое, реально новое, что, ну, наверное, там, в будущем должно как раз где-то поменять рынок. Вот. Поэтому наши ожидания все оправдались. Я думаю, что и в следующем году мы точно так же примем решение. У нас очень много новых наработок, и я думаю, что мы и в следующем году представим что-то новенькое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова